То ли вспоминая пословицу про доступный сыр, то ли не доверяя юристам, которые работают бесплатно, но последняя статистика гласит, о своем праве на бесплатные юридические услуги знает только каждый шестой респондент из почти 200 прошлых. Такие результаты исследований предоставила некоммерческая организация Центра развития юридических книг. Она, кстати, выступила инициатором круглого стола. Подобный формат обсуждения этой проблемы прошел еще в феврале по инициативе Общественной палаты Бранской области. Общественники тогда начали бить тревогу и говорить о несовершенстве системы и нежелании адвокатов работать бесплатно. Бранской области по данным управления юстиции действует 4 юридические клиники, 3 вуза, 3 вуза и 1 государственная цена. Помимо этих организаций обязательствовал показание граждан бесплатной юридической помощи, причем не только по именам закона, а всем категориям граждан добровольно возложил на себя полномышленным правом человека. Общественная палата Бранской области и Центр правовой информации об основе библиотеки. При этом по результатам представленных юридических услуг можно сделать вывод, кто на самом деле этим занимается, а кто только числится. Для примера, за прошлый год в адвокатскую палату на бесплатной основе обратилось всего 14 человек, а органы исполнительной власти приняли и рассмотрели более 70 тысяч заявлений. Кроме того, оказывается, юридическая помощь не совсем бесплатная. Государство выделяет 100 тысяч рублей на компенсацию затраченного времени и силы юриста. В практике так сложилась работа с адвокатами, и я лично встречался с специальными нашими палатами, которые возникли, что адвокаты не подают заявки на размещение своих затратов. То есть там за последние два года таких заявок не успевают. Они осваиваются заложенные в бюджет деньги по очевидной причине. Чтобы вернуть 150 рублей за консультацию, а именно такой прескурант установлен государством, адвокат должен оформить множество бумаг, а полноценное представительство в суде в первой и второй инстанциях обходится далеко не дешево. Мнения в этом вопросе в ходе круглого стола разделились. Участие, допустим, в суде второй инстанции 300 рублей за день. Вы представьте, участие в суде в первой инстанции, это уровень областного суда, где нужно подводить какие-то, то есть если вы ломаете решение, вы говорите, хотите его отменить, вам нужно задействовать все свои профессиональные способности. Как вы предлагаете совершенствовать эту систему, если вы не учитываете свою трубу? Просто хотя бы, понятно, что 50 рублей для вас, я не знаю, что за эти 50 рублей вам нужно будет делать колоссальное количество действий, но без этого совершенствования этой системы не будет. Вопросы возникают к деятельности юридических клиник брянских вузов. Люди сомневаются в полноценной квалификации студентов, а будущие специалисты не имеют за плечами реальной практики. Выход из ситуации есть. И еще на прошлом круглом столе юридическое агентство «Ваш юрист» предложило студентам стажировку, но будущие специалисты руку помощи пока не приняли. Анализирует тот, так сказать, поиск, который смотришь, и слышит такие отзывы, непосредственно общаясь с людьми, да, спрашивает, ну как это практически происходит. И они в замешательстве, в тубике, почему говорят. Ну вот бесплатно мы вам иск напишем, да, там или что-то, заявление какое-то напишем, а все остальное и доихносим, да, и это для людей практически не выполнено. Подводя итоги круглого стола, участники пришли к выводу, что система оказания бесплатной юридической помощи далека от совершенства. Мы надеемся, что получим информацию для разработки рекомендаций уже для федеральных органов власти, прежде всего Министерства юстиции, по улучшению системы бесплатной юридической помощи. Продолжение общественной палаты внести прозрачность в деятельность участников не государственной системы бесплатной юридической помощи. Для этого необходима единая база специалистов, готовых работать бесплатно. Только в этом случае есть возможность контролировать доступность юридической помощи. Тут отличным помощником может выступить интернет.